Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о таурине. Почему-то его очень часто путают с кофеином. Вроде как похожие вещества. Я даже слышал, говорят, что вроде как таурин – это более пролонгированный кофеин. Но на самом деле это немножечко не так. Таурин у нас является конечным продуктом обмена аминокислот, содержащих серу, метионин, цистеин, гомоцистеин. Ключевую роль в появлении таурина у животных играет фермент цистеина-сульфенат-декарбоксилаза, активность которой у человека ограничена. Поэтому, кстати, на заметку реветарианцам, соответственно, продуктами, содержащим таурин, являются для человека первичным источником таурина. Турина – это различные продукты животного происхождения. В растениях туриин, как правило, не встречается. Туриин, содержащий аминокислота, как правило, содержится в свободном виде, не цепляется к каким-либо белковым соединениям. Туриин является цито-защитником таким широкого спектра действия, то есть защищает наши клетки, по-другому говоря, органическим осмолитом, то есть он, соответственно, контролирует, так скажем, наполнение клеткой жидкости. Жидкость клетки контролирует, поддерживает водный баланс клетки, участвует в регуляции объема клетки. Туриин обеспечивает субстрат для образования желчных солей и играет роль в модуляции внутриклеточной концентрации свободного кальция. Также хотелось бы заметить, как я сказал выше, об осмолите, да, если мы, девушки, у нас кушают турины достаточно много, есть данные о том, что поликистоз вызывает турин, да, так как он задерживает в некоторых клетках больше жидкости, чем нужно, но, как правило, в некоторых случаях достаточно обратимый. Поэтому, если, девушки, дорогие, вы пользуетесь, соответственно, предтренировочными комплексами, которые содержат турин или какими-либо другими добавками, обязательно, соответственно, контролируйте поглощаемый объем турина. Это очень важно. И то же самое относится к любым энергетическим напиткам, в том числе и напиткам, продаваемых в торговых различных площадках, центрах, сетях, не знаю, там, очень часто, в общем, в обычных питьевых энергетических напитках содержится турин. В батончиках очень часто содержится таурин. Если у вас уже есть поликистоз, да, то, соответственно, это дело вы можете себе ухудшать. Считается, что таурин помогает противостоять свободно радикальным, да, нарушениям сердечно-сосудистой системы. Однако этот вопрос еще продолжает изучаться. Конечно же, таурин в некоторых случаях помогает снизить массу тела и будет, ну, во многих случаях полезен людям с диабетом, различными воспалительными заболеваниями, да. Таурин будет тоже во многих случаях оказывать положительный эффект, а также замечался положительный эффект при ишемии. При расстройствах центральной нервной системы иногда назначают таурин, да, но там все тонко и нужно разбираться в каких случаях. И вот, соответственно, лучше, наверное, сказать, что митохондриальную функцию улучшает таурин, и здесь, безусловно, конечно, несет в себе большое количество положительных эффектов. Таурин является одним из самых распространенных аминокислот в головном, спинном мозге, в лейкоцитах, клетках сердца, мышцах и даже сетчатке глаза, дорогие друзья. Таурин улучшает липидный обмен, сохраняет электролитный состав цитоплазмы и нормализует функции клеточных мембран, что, соответственно, не может позитивно не сказаться на состоянии организма в целом. Основным источником создания таурина, да, его синтеза в организме является витамин В6, а также серосодержащие аминокислоты. То есть, понимаете, сам витамин В6 не равно таурину в вашем организме. Для этого еще нужны серосодержащие аминокислоты. Сложный путь образования таурина происходит за счет окисления цистина и превращения его в гипотаурин. Под воздействием микрофлоры кишечника, микробиоты кишечника, таурин в кишечнике, соответственно, преобразовывается в неорганические сульфаты. И, наверное, это все, что я хотел сказать про таурин в плане его синтеза. И давайте перейдем к положительным эффектам таурина. Ну, конечно же, помогает преодолевать, считается, стресс. Регулирует уровень калия, натрия, кальция в крови. Вспоминаем, кто постоянно пьет аспаркам, да, у кого постоянно сводят икры. Напишите мне в комментариях, есть ли у вас такое. Ночью проснулись, икру сводят, да, сильно. Вот. Если вам кто-то когда-то подсказывал панангин или аспаркам в этом случае пить, то, соответственно, если вы замечаете, что вам постоянно его приходится пить, при этом нет избыточных физических нагрузок, да, и так далее, можно добавить таурин, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Ну, опять же, в разумных пределах, да. Едем дальше. Снижает артериальное давление, именно снижает. Поэтому ни в коем случае нельзя таурин сравнивать с кофеином, как я уже говорил, да. Может быть, такая путаница происходит, что наин, они заканчиваются все. Но здесь кофеин скорее будет способствовать, соответственно, дигидре, ну, то есть, потере клетки. Если просто сказать, как бы, от кофеина клетка теряет жидкость, а все-таки в случае с таурином она может ее накапливать и повышает эффективность умственной активности, конечно же, таурин. Защищает клетки тем самым от повреждений. То есть, ну, вспоминаем, это, опять же, насыщение клеткой жидкостью, да, и, соответственно, регулирование уровня обмена калия, натрия, кальция в крови его. Поэтому за счет этого очень много позитивных эффектов разных наступает у нас, дорогие друзья. Защищает клетки от повреждений, я уже сказал, процесс антиоксидантной терапии, то есть, ну, как вам попроще-то сказать, в общем, кислородик пойдет лучше, да, в кору головного мозга. Вот, ну, в принципе, тут все взаимосвязано, и те факторы, которые способствуют этому, я их уже называл, да. И, дорогие друзья, давайте будем помнить, что в любом случае любой БАД, он может нести как вред, так и пользу, так что все равно я рекомендую вам без назначения врача ни в коем случае не применять, соответственно, БАДы просто так самостоятельно себе не назначать, так как вы услышали и позитивные, да, эффекты, вот сейчас я перечислил, и какие-то негативные, как в случае с поликистозом, да. Поэтому будьте аккуратнее, дорогие друзья. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Я все вас жду на своих консультациях онлайн. Субтитры сделал DimaTorzok